У меня один знакомый, у него такая ситуация в жизни была. Он имел очень большую власть. У него в городе, в котором он жил, он был перфектом округа. И он строил коттеджный поселок, там свой личный. Ну, то есть богатый человек, влиятельный. И так случилось, что его компаньон, который с ним вместе это делал, он его предал. И отнял у него всю его собственность, власть. И оставил его вообще без всего. Вот все без всего. В результате этот человек начал изучать про жизнь. Он много понял, понял, что такое судьба. Научился молиться, думать о Боге. И в целом он как бы очень благодарен судьбе за то, что она дала ему возможность такие перегороды, такие в жизни получить. Ну, то есть вот он по-другому воспринял то, что с ним произошло. Он воспринял это с позиции благодати Божьей. Потому что он и жил бы так в этой своем, думая, что в этот коттеджный поселок и есть самое лучшее, что может быть в жизни. Понимаете, а он обрел духовность Бога, чистых светлых людей, и вот чистые отношения. Его сердце возрадовалось. И он почувствовал, что это все хорошо, то, что с ним произошло. Кроме одной вещи. Он никак не мог простить этого человека. Ну, вот почему он меня предал? Я же с ним нормально себя вел. Хорошо к нему относился. Все делал для него как надо. Ну, почему он так жестоко поступил со мной? Не было облегчения в сердце. И я объяснил ему, говорю, понимаешь, проблема ведь не в человеке, а в том, что ты веришь в людей. А надо верить в Бога. И он говорит, ну как в Бога-то поверить? Вот я хочу уже поверить, я не хочу верить в людей. Я не хочу страдать от этого человека. Почему он мне до сих пор боль причиняет? Я ему говорю, ну давай на ретрит ко мне. То есть у вас завтра будет ретрит. Я желаю всем счастья. Это сейчас скрытая реклама ретрита идет, понимаете? Вот. А я иногда с друзьями провожу молитвенные ретриты. Мы просто громко повторяем молитву какую-то. И он вот два часа со мной со всей силы, там у нас человек 40 было, там громко повторяли молитву. И слушали голос святого человека. Ну, то же самое, что я делаю на программах, только своими друзьями. И когда эта молитва закончилась, у нас дальше там обмен опытом. И он начал кричать, простил. Оказалось, он даже не думал о прощении. Он просто громко молился. И эта молитва, она вычистила из его сердца зависимость от людей. Она как-то, он так сильно включился в молитву, она взяла и его вот на Бога настроила, вычистила из сердца вот это чувство, что люди что-то мне должны. И у него в сердце такая благодать, и он так счастлив. И все. Вот он смотрит, вспоминает человека и все. Нету обиды. То есть, видите, обида означает просто вера, но при этом надо понять, что убрать обиду не означает просто там вот теоретически веру переключить. Это определенные усилия, направленные на Бога. Это труд души. Понимаете, труд души направленный на свет, на светлое будущее, на свет, на чистоту. Труд души направленный на чистоту, облегчает сердце. То есть, не психологические практики, что ты в дерьмо обиды как бы погружаешься, там все это анализируешь, там, ну и что, ну погрузился, там в дерьме побыл, и что дальше, ты очистился от этого? Нет. Ты продолжаешь обижаться. Почему? Потому что ничего же принципиально не изменилось в твоей жизни. Ты не обрел что-то другое взамен того, что ты потерял. Ведь когда человек теряет сильное что-то, это он теряет свою веру. Допустим, человек верил в деньги, допустим, и он потерял бизнес. Ну и что, вот он, допустим, там психолог почистил сердце. Ты как бы окунись, вот ты теряешь бизнес, вот сейчас теряешь. Кричи, плачь, ори. Ну как они очищают там эти психологические практики. Ну и что, он оторался, и что, он уже не потерял бизнес? Нет, он его потерял. И ему обидно, потому что он верит в бизнес, а не в Бога. Он верит, что бизнес ему принесет максимальное счастье, а не Бог. И хоть ори, хоть не ори, все равно ты будешь обижаться, потому что ты лишился того, во что ты верил. Если человек во что-то верит, он не может потом отойти от обиды. Он, хоть прорабатывай это, хоть не прорабатывай, никакого от этого изменения не произойдет. Это пустая трата времени. Единственный способ избавиться от обиды, это чистота, которая заходит в твое сердце. Это свет, это радость, которую ты испытываешь в отношении с высшей истиной. Она облегчает сердце, она очищает сердце. Она делает сердце радостным, свободным от этой всей дури веры в людей. Единственный способ избавиться от обиды, которая заходит в твое сердце, которая заходит в твое сердце.